Дорогие друзья, я вас тоже всех сердечно приветствую. Вы знаете, вот есть разные особенности времени, в котором мы с вами живем. И одна из особенностей времени, в котором мы с вами живем, это внимание большинства людей к качеству продуктов питания, не так ли? То есть мы с вами живем, когда иногда кажется, что только люди и говорят о продуктах питания. Ну, оказывается, ученые доказали, что в современных продуктах содержится намного меньше полезных веществ, чем, допустим, это было несколько десятков лет назад при более благоприятной экологической обстановке в мире. И вот этот вот неправильный баланс или некачественные продукты питания, они сегодня сказываются на здоровье современного человека. И когда мы говорим о правильном питании, очень важным становится сбалансированный режим питания. Я думаю, вы об этом заботитесь, об этом переживаете. Сбалансированное питание, то есть это правильно составленное меню для человека, при котором наш с вами организм получает или наделяется полезными калориями и в достаточном количестве. То есть вот сбалансированное питание включает в себя как качество, так и количество продуктов питания. Наш организм, он должен получать важные питательные элементы. Ну вот мы с вами живем в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, тоже очень всем вот известно и тоже очень много говорят об одном продукте питания, который мы с вами получаем в избытке, или это продукт питания, которого больше чем надо, мы с вами употребляем больше чем надо, это избыток сахара, не так ли? Вот так вот подсчитали, что в среднем житель Соединенных Штатов Америки употребляет около 20 чайных ложек сахара в день. Вот кардиологи, с другой стороны, подсчитали, что для мужчины в день нужно всего 9 ложек сахара, а в то время, когда для женщины всего 6 ложек сахара. То есть избыток сахара в наших продуктах – это причина полнения людей, это причина болезней сердца и так далее. То есть от избытка сахара люди болеют и люди полнеют. Один из моих родственников, он смотрел на мою комплекцию, он мне дал совет, «После 40 сладкое не кушай». Я стараюсь следовать этому совету. Вы знаете, вот вместе с вами мое желание провести небольшой анализ нашей с вами духовной диеты. Ну вот в каком смысле духовной диеты? Ну не в том смысле читать или не читать Библию. Я думаю, после конференции этого вопроса у нас вообще уже с вами не возникает. А вот в каком смысле духовная диета человека? Ну в смысле нашего чтения и изучения всего Священного Писания, а именно изучения книг Ветхого Завета. Мое желание вместе с вами поговорить, может быть, обратить вот наше с вами внимание на ценность, на то, в чем ценность книг Ветхого Завета, именно Ветхого Завета для современного христианина. Ответьте для себя на следующий вопрос. Ну вот какую часть Библии вы больше читаете, Ветхий Завет или Новый Завет? Ответьте для себя на вопрос, какую часть Библии вы лучше знаете, Ветхий Завет или Новый Завет? Ну вот сразу признаюсь, в чем мое желание? Мое желание, может быть, для кого-то вернуть, а для кого-то, ну просто возродить именно любовь. Любовь к книгам Ветхого Завета, потому что, скорее всего, у многих из нас именно в этом неправильный баланс духовного питания, а именно все мы с вами страдаем недостатком изучения книг Ветхого Завета. Итак, в чем ценность книг Ветхого Завета для христианина? Ну, для начала, позвольте предложить несколько причин, из-за которых книги Ветхого Завета остаются для нас далекими или даже незнакомыми. Одна из причин, вот почему Ветхий Завет мы с вами мало читаем, мало изучаем, нам кажется, это действительно так, что книги Ветхого Завета тяжело читаются, не так ли? То есть большие части Ветхого Завета, ну почти невозможно понять без знания исторического контекста, географии и культуры древних народов. И очень многие христиане сегодня очень мало знают о библейской истории. То есть поэтому нам тяжело читать книги Ветхого Завета. Иногда мы с вами говорим о том, что книги Ветхого Завета не относятся к нашему времени. То есть не всегда содержание книг Ветхого Завета, нам кажется, подойдет к современному человеку или к жизни современного христианина. Смотря на многие исторические, географические детали, нам очень трудно найти применение для христиан третьего тысячелетия. Или читая мы с вами ссылаемся на то, что многие религиозные обряды Ветхого Завета, они уже прекратились. Зачем нам это изучать? Иногда мы с вами думаем о том, что книги Ветхого Завета занимают второстепенную роль. Ведь мы с вами церковь Нового Завета, не так ли? Ну зачем же нам нужно ветхое, старое и то, чего уже нет? Но иногда мы с вами просто ленимся. Ведь изучение книг Ветхого Завета требует более усиленного труда. К тому же объем этих книг нас пугает. 50 глав книги «Бытие», 66 глав книги пророка Исаии, 52 главы книги пророка Иеремии. Вы знаете, вот наши знакомые евангельские истории всегда кажутся более привлекательными, чем книга «Левит» или вторая книга «Паралипоменон». Есть еще одна, а, быть может, самая основная причина небольшого интереса к Ветхому Завету. Эта причина состоит в следующем. Нам с вами кажется, что в Ветхом Завете так мало говорится о нашем Господе. Нам с вами кажется, что в Ветхом Завете так мало говорится о нашем Господе Иисусе Христе. И поверьте, нам это только кажется. Нам это только кажется. Вы знаете, это не касается жизни отдельного только верующего. Это касается жизни церкви в общем. Ну вот я не знаю, как-то где-то кто-то из христиан провел вот такой вот анализ, такая вот статистика. Вот так вот предлагается. Вот попробуйте проанализировать проповеди, которые вы слушаете в церкви. Вот из 10 проповедей, которые вы слушаете на богослужениях, сколько из 10 проповедей будет проповедей на текст из Ветхого Завета. И вот такое вот большое предположение, что все-таки из 10 будет только одна. Из 10 проповедей, которые мы с вами слушаем в церкви, только одна будет на текст из Ветхого Завета. А иногда говорят в некоторых церквях, это будет ноль. То есть не проповедуется из книг Ветхого Завета. Вы знаете, вот мое желание попытаться убедить вас в том, что все это похоже на иллюстрацию, с которой мы начали. Это неправильный баланс в духовном рационе христианина. И, быть может, как с нашим здоровьем, точно так вот этот вот неправильный баланс духовной диеты становится причиной, ну, хотя бы некоторых проблем современных христиан. 39 книг Ветхого Завета, 39 книг Священного Писания, незнакомые, далекие. Вы знаете, мы с вами можем говорить что угодно об этих книгах, мы можем утверждать и доказывать, что они тяжело считаются, мы можем говорить, что они относятся к нашему времени или занимают простепенную роль, но это именно те книги, из которых наш Господь Иисус и все новозаветные авторы получали свое духовное питание. Если Господь питался этими книгами, то неужели мы с вами сможем пренебрегать то, что питало нашего Господа? Вы знаете, вот сегодня в течение этой конференции мы с вами уже получили несколько вот таких вот задач, задач, которые нам теперь нужно исполнять. Ну, вот мое желание, еще одна задача, еще одна большая задача посвящать наше драгоценное время, прилагать усилия, чтобы терпеливо изучать библейскую историю именно Ветхого Завета. Изучать культуру, изучать географию, это, поверьте, очень тяжелый, но очень и очень нужный труд, который позволит нам с вами найти Иисуса в Ветхом Завете. Труд, который позволит нам с вами наслаждаться не только Иисусом в Евангелиях, но Иисусом книги бытие, книги левиты, всех остальных книг Библии. И, конечно, лучше, чем Господь, никто не сможет мотивировать нас с вами вот к изучению книг Ветхого Завета. И поэтому вот за время этой проповеди я приглашаю вас пройти очень короткий путь, короткий путь в расстоянии 7 миль. Или в библейском тексте написано, что это был путь в 60 стадий от города Иерусалима в маленькое селение Имаус. Мы с вами присоединимся к трем путникам и попробуем послушать их разговоры, обсуждения этих людей. Я думаю, вы догадываетесь, что это история евангелиста Луки, история о двух учениках, которые после воскресения Господа уходят из Иерусалима. Скорее всего, место, где они жили, это маленькое селение Имаус. Текст Писания говорит о том, что они покидают этот город в печали. В печали и смущении о том, что не сбылись их надежды, их надежда не сбылась. 24 глава Евангелия от Луки. Прошу вас просто открыть вашу Библию. Я буду обращать внимание на некоторые стихи, потому что отрывок очень большой. Итак, с 13 стиха просто прошу вас следить. С 13 стиха до 35 стиха это отрывок, который будет нашим с вами вниманием. И вот так вот, чтобы как-то собрались наши с вами мысли, будет три части. Первая часть мы с вами увидим из текста, что у этих учеников, с которыми встретился Господь, или которые повстречались с Господом, было недостаточное знание Писания. Недостаточное знание Писания учеников Господа. А следующее мы с вами заметим, как Господь толковал Писание этим ученикам. И третья часть наших рассуждений это озарение учеников. Они получили озарение, то есть их сердца были просвещены вот тем, что Господь говорил этим ученикам. Итак, первое, недостаточное знание Священного Писания. Наш Господь был распят в пятницу. И уже через три дня мы читаем о двух учениках, которые принимают решение оставить город Иерусалим, чтобы вернуться в селение под названием Маус. Это путь в семь миль. Но я думаю, очень легко вы можете для себя представить и посчитать, что приблизительно два часа ходьбы. Может быть, немножко больше, немножко меньше, в зависимости от того, какая местность. Лука говорит о том, что эти два человека, они не шли молча, они рассуждали. Они разговаривали, а именно обсуждали события последних нескольких дней. И вот так вот интересно пишет Лука о нашем Господе, что он незаметно присоединился к ним. Он присоединился к ним, это был сам Иисус, ученики его просто не узнали. Вот давайте для начала мы с вами отметим 16 стих. Лука говорит, почему они не узнали Иисуса. Глаза их были удержаны так, что они не узнали Иисуса. Вот скажите, у вас было такое, чтобы вы где-то, может быть, в магазине, может быть, даже в церкви, может быть, где-то просто на улице, в школе или где-то не узнавали знакомых для вас людей. Вот просто проходили мимо и не замечали их. То есть у нас это бывает. А бывает тогда, когда мы не ожидаем кого-то увидеть. Однако в случае с нашими учениками, Писание отмечает, что Бог не позволил в тот момент им увидеть или узнать Иисуса. И так встреча, и затем первый вопрос Иисуса. Он присоединился к ним, он послушал их, он заметил их выражение лица. И Господь спрашивает их следующее, 17 стих, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою и от чего вы печальны. Господа интересовала тема, которую они обсуждали. И немножко больше, кроме разговора, Иисус заметил печальное состояние учеников. Ну, я думаю, это тоже для нас с вами очень-очень знакомо. Мы хорошо знаем, что иногда совсем нетрудно узнать состояние человека, ну, по лицу, либо по вооружению лица, по жестам, может быть, по разговору. Особенно такие чувства, как радость и печаль, они очень заметны на нашем лице. И вот Господь обратил на это внимание. Значит, для наших учеников вот то, что произошло за последние несколько дней, не было просто темы разговора. Это то, о чем болело их сердце. А то, о чем болело их сердце, они переживали. И Господь заметил и спросил их, о чем вы печалитесь, какая причина вашей печали. Они отвечают с некоторым недоумением. Неужели ты, один из всего Иерусалима, ничего не знаешь о том, что произошло? Братья и сестры, скорее всего, было наоборот, не так ли? Господь, Он был один, единственный, который лучше всех знал, что произошло в Иерусалиме. Ну, как бы то ни было, они вот с таким недоумением спрашивают Его, неужели ты ничего не знаешь? И вот рассказывая свои печали, отвечая на вопрос Господа, они вспоминают следующее. Они вспоминают Господа и вспоминают отдельные моменты Его жизни. Первое, они говорят о Его характере, о качествах этого человека. Они, говоря об Иисусе Христе, сказали, что это пророк сильный в слове и деле перед Богом и всем народом. То есть они заметили, они помнили Его качества, личные качества, качества человека, что это был сильный пророк и как перед Богом, так и перед людьми. Они вспоминают страдания и смерть Христа и говорят о том, что наши первосвященники и начальники отдали Его для осуждения на смерть и распяли Его. Они вспоминают Его страдания и смерть и затем они открывают причину печали. Это их личное разочарование. Не сбылось то, чего они ожидали, а мы надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день, как это произошло. Итак, жизнь и служение Иисуса, страдания и смерть Иисуса и разочарования. Кроме того, они добавляют немножко, что рано утром появились дополнительные детали истории, детали, о которых пришлось ну просто опровергнуть. Вы знаете, вот как часто бывает, причиной смущения были женщины. Они так и говорят, что причиной нашего смущения были неспокойные женщины, которые очень рано утром, они изумили нас. Изумили нас тем, что пошли ко гробу, а гроб был пустой. Они говорят о том, что не видели ангелов, который сказал о том, что он жив. Но как бы то ни было, будь то ангелы или женщины, эти ученики говорят Господу, что тела нет, и его никто не видел. И поэтому мы уходим, мы не верим тому, что происходит. Женщины изумили нас. Итак, гроб пуст. Женщины видели пустой гроб, слышали ангелов, и все же Клеопа, еще один ученик, оставляют город Иерусалим. То есть доказательств воскресения для них не было достаточно, потому что тело Иисуса никто не нашел. Вы знаете, вот Господь Иисус, Он очень терпеливо слушал своих учеников именно до этого момента. Именно до того момента, как они показали свои сомнения в том, что возможно воскресение Иисуса. Иисус начинает свой ответ с осуждения, или с упрека учеников. 25-26 стихи «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою». Оказывается, то, что они сейчас рассказали об Иисусе Христе в точности, в точности соответствует предсказаниям пророков Ветхого Завета. Вот только что они рассказали об Иисусе, и Христос говорит о том, что это в точности соответствует предсказаниям пророков Ветхого Завета. То есть мы с вами не можем сказать, что ученики не знали Писания. Далее мы заметим, что ученики верили Писанию, но верили не всем предсказаниям Мессии, а верили в всего части того, что говорили пророки. Давайте более внимательно обратим на то, что Господь сказал, вот с чего он начал свое обращение, упрек Господа, а несмысленные и медлительные сердца. Ну вот если вы читаете Библию по-английски, по-английски foolish или глупые люди, ну что же за значение этого слова, глупые, вот особенно несмысленные, когда оно исходит из уст нашего Господа. Вы знаете, вот если читать книги Ветхого Завета, то слово глупые встречается очень часто, не так ли? Особенно вот в книгах мудрости. И вот в книгах Ветхого Завета глупый человек, это человек, который отвергает Бога, не так ли? То есть человек, который глупый человек, в книгах Ветхого Завета это безнравственный человек, это человек, который думает и живет так, как будто бы Бога нет. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, он так думает, он так живет. Но совсем другое использование этого слова «несмысленный» в книгах Нового Завета. Так вот говорят, что на языке оригинала слово «несмысленный» в книгах Нового Завета встречается шесть раз. И пять из шести раз это слово «несмысленный» – это обращение к верующему человеку. То есть Новый Завет, когда говорит о несмысленности, не имеет в виду безнравственного человека Ветхого Завета. То есть немножко другое значение этого слова. Так что же имел в виду Господь, когда говорил о «несмысленный»? «Несмысленный» – это человек, который по каким-то причинам не может в достаточной мере использовать свои умственные способности, и как результат он рассуждает без смысла. Недостаточно использовать свои умственные способности и как результат думает, рассуждает без смысла. Обратите внимание, что неспособность учеников принять предсказания, описания объясняются несложностью Библии. Господь не говорит, ну, я понимаю, что вам очень трудно было читать пророка Исаию, или трудно было читать книгу Левит, он это не говорит. Он говорит, что проблема в нашем сердце, в нашем разуме. То есть не сложность Библии, а именно духовная слепота сердца. А что далее делает Господь? Он открывает божественный взгляд на происходящее, открывает божественный взгляд на действительность, а именно, что Мессия должен был пострадать и только затем войти в свою славу. Поэтому для нас с вами это очень интересно и очень важно, что несмысленность – это верить только части того, что предсказывали пророки. Это невежество не знать о страданиях Мессии из книг Ветхого Завета. Обратите внимание, Господь не осуждает учеников за неверие женщинам, неверие ангелам, но за неверие пророкам Господь осуждает учеников. Если бы ученики обращали достаточное внимание на пророках Ветхого Завета, они были бы удостоверены в том, что Христос воскреснет на третий день после смерти. Итак, несмысленность учеников или недостаточное знание Священного Писания, как результат, скаженное понимание действительности. Следующее – Господь объясняет Священное Писание. Он не просто упрекает своих учеников, он дает им полное объяснение Ветхого Завета. Знаете, вот то, что Господь сказал этим ученикам, для нас с вами является большой помощью. Это ключ. Знаете, ключ к тому, чтобы научиться читать книги Ветхого Завета, научиться правильно их понимать. То есть, с одной стороны, вот слушая нашего Господа, мы с вами отвечаем на вопрос, а что является главной темой книг Ветхого Завета? Что является главной темой книг Ветхого Завета? Мы с вами получаем ответ на этот вопрос. И с другой стороны, слова Господа учат нас с вами правильному толкованию книг Ветхого Завета. 27 стих нашей с вами главы. Начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказанное о нем в Писании. Итак, давайте ответим на вопрос, что является главной темой книг Ветхого Завета. Мы видим, что Писание, а именно книги Ветхого Завета, говорят об Иисусе Христе. Оказывается, Иисус Христос не только центр книг Нового Завета, это центр книг Ветхого Завета. Вот то книги Моисея, книги пророков или все Писание говорит о нем. А мы с вами думали, что у нас уже достаточно знаний об Иисусе, не так ли? Мы с вами думали, что у нас достаточно знаний о нашем Господе. Посмотрите, перед нами открывается перспектива. Еще 39 книг, в которых можно познавать и нужно познавать и узнавать о нашем Господе. Следующее, мы с вами учимся правильному пониманию книг Ветхого Завета. Вот для того, чтобы объяснить ученикам Писание, Писание Ветхого Завета, Господь использует события Нового Завета. Вот так вот говорят для тех, кто хочет изучать вообще Библию, Священное Писание, Ветхий Завет – это очень важное правило. Для того, чтобы понять Ветхий Завет, очень важно использовать события Нового Завета. То есть Новый Завет объясняет, понимает нам книги Ветхого Завета. То есть этому мы с вами будем учиться. Таким образом, наше с вами изучение, мы не начинаем с первой главы книги «Бытие» и не продвигаемся дальше, чтобы узнать, ну куда все это приведет. Скорее мы с вами приходим к Господу, и Он направляет нас с вами изучать Ветхий Завет в свете Евангелия. То есть Евангелие будут объяснять Ветхий Завет, показывая, открывая нам Его цель и Его смысл. Вот эту вот встречу Господа с двумя учениками на дороге в Имаус, мы можем также сказать, что это была проповедь Господа. И если вот принято, что Христос говорил, вот как проповедь, то можно заметить, увидеть название проповеди и план проповеди Христа. То есть название проповеди Господа было бы следующим, сказанное о Нем во всем Писании. Его проповедь, она бы состояла из двух частей. Первая часть – это Его страдания в Ветхом Завете и Его слава в Ветхом Завете. Другими словами, весь Ветхий Завет был о Нем, и особенно о Его страданиях и о Его славе. Ну давайте мы с вами обратим внимание на две части проповеди Христа – Его страдания и Его славу в книгах Ветхого Завета. Страдания Христа. Мы с вами уже отметили, в чем было невежество или недостаток знаний наших героев. Они, скорее всего, больше знали о славе Мессии, но, может быть, ничего не знали о Его страданиях. Действительно, попробовать сейчас в своем разуме вспомнить повествование книг Ветхого Завета. Действительно, в книгах Ветхого Завета достаточно много образов, а именно вот таких героических образов завоевателей, которые приносят избавление народу. Не так ли? Не об этом ли мы с вами учим в воскресной школе? О завоевателях, которые приносят избавление своему народу. Мы вспоминаем Моисея, который вывел народ из рабства. Вспоминаем Иисуса Навина, который ввел народ в обитованную землю. Вспоминаем героев книги Судей. И как кульминацию всего мы вспоминаем образ завоевателя, царя Давида. Это человек, который восстановил Иерусалим, построил Иерусалим и устроил израильскую нацию. Но опять, дорогие друзья, это всего лишь одна часть повествования. Если мы смотрим на повествование, содержание книг Ветхого Завета, то, конечно, избавление приходило через завоевателя, но искупление всегда приходило через жертву. Невозможно читать книги Ветхого Завета и не заметить кровь. Невозможно читать книги Ветхого Завета и не заметить кровь. Священное Писание говорит и показывает не только необходимость избавления от врагов, но с самых первых страниц Библии Писание говорит и показывает необходимость искупления людей через жертвы животных. Я думаю, это тоже одна из трудностей, с которой мы с вами встречаемся, читая книги Ветхого Завета. Это очень частые ссылки на кровь, кровь животных. И это невозможно читать книги Ветхого Завета и не заметить кровь животных. Для того, чтобы от деть стыдящихся Адама и Еву была пролита кровь животного. Когда Ной и его семья вышли из ковчега, первое, что они делают, они строят жертвенник, на котором принесли обсижение животных. Авраам приносил в жертву несколько животных. Кроме того, есть очень многие религиозные церемонии, которые в буквальном смысле были пропитаны кровью животных. Храм, скиния, все это постоянно было в крови животных. Вот так вот можно себе представить человека, который читает Священное Писание. В книгах Ветхого Завета к ним нужно было относиться, как к пророческим книгам. То есть, если образы используют кровь, то неужели воплощение образов должно было быть без крови? Это тоже очень важная ссылка книг Ветхого Завета на страдания Мессии. Есть еще одна основная модель образов Ветхого Завета, которую, скорее всего, не заметили наши ученики. Ветхий Завет очень интересно и очень многое открывает следующий принцип. Славе человека предшествует страдание. Славе человека предшествует страдание. Давайте вспомним основных героев Ветхого Завета. Иаков, Иосиф, Давид, может быть, другие люди, которые говорят в книге Ветхого Завета, оставили именно вот этот вот образ страданий предшествующих славы. Вы знаете, вот основой поклонения израильского народа были книги Псалмов. Вот 150 Псалмов, которые мы с вами имеем. А сколько есть таких Псалмов, которые говорят о страданиях предшествующих славе? Вы помните эти слова? Вечером водворяется плач, а наутро радость. Или есть тексты, которые говорят, вот новая песнь, вложил новую песнь в уста мои. То есть из этого также нужно было заключить, что жизнь Мессии, она будет следовать тому же самому образу. Именно поэтому Господь спрашивает своих учеников, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Господь, как бы открывая их сердца, говорит, неужели этого вы не видели в книгах, которые вы читали? Как и многие другие наши герои, они видели величие Иосифа в Египте, но забывали страдания Иосифа в тюрьме, которые предшествовали величию. Как многие другие люди, наши герои верили славному исходу из Египта, но забывали пасхального акца в Египте, который предшествовал исходу. Видели славное царство Давида, но забывали преследования Давида, которые предшествовали славе Давида. Они ожидали царя из 53 главы книги пророка Исаии, который делит добычу, но совсем забыли страдающего слугу из этой же главы. Итак, первая часть проповеди нашего Господа открывает его страдания на страницах книг Ветхого Завета. Я думаю, вы замечаете, как многие библейские образы, библейские истории для наших героев принимали уже совсем другую окраску, не так ли? Может быть, они уже совсем по-другому думали о Давиде, об Иосифе, об Якове и о многих других библейских героев. Следующее, Христос говорит, что это его слава в Ветхом Завете. Но может показаться, что в этом не нужно было убеждать учеников. Однако их понимание славы Мессии также отличалось от действительности. Итак, что же было основанием славы Мессии? Несомненно, опять книги Ветхого Завета достаточно много говорили и предсказывали славу Мессии через символы. И вот основной, может быть, символ славы Мессии – это образ царя на престоле. Помните, Давид опять в Салмах пишет следующие слова, что «ты возложил на голову царя венец». Можно к этому добавить трон царя, скипетр царя, придворных царя, слуг. Однако, ничего этого не было, не присутствовало во Христе, которого встретили наши ученики, не так ли? У Него не было короны, у Него не было свиты, у Него не было трона, не было царской одежды. Но это Христос, Он говорит, который уже вошел в славу Свою. Они встретили Господа в славе. Мы ученики нуждались, как и мы сегодня, в объяснении значения всех этих символов. То есть все эти символы, они не могли присутствовать во Христе, потому что Его Царство, оно не от мира сего. Однако, у нашего Господа есть трон. Только Он теперь находится не во дворе царя, Он находится в сердце верующего человека. У Господа Иисуса Христа есть славный трон. Он находится в Церкви Его, не так ли? Где люди собираются вместе и величают Его имя. У нашего Господа в славе есть оружие. Это оружие не копья, не мечи, это не катапульты. Это Слово Его и Дух Святой, которым Он сегодня действует в мире. И так у воскресшего Мессии была слава. И последнее, что мы с вами обращаем внимание, это озарение учеников. Можно себе представить, что вот это вот расстояние в 7 миль для учеников показались очень быстрыми и легкими. И вот Лука так говорит, что все три путника приходят к тому месту, где им теперь нужно расстаться. Эти двое учеников, они пришли к своему дому. И Господь, Он показывал вид, что Он собирается идти дальше. И вот в 29 стихе написано, что они удерживали Его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. Удерживали, скорее всего, для того, чтобы Он продолжил с ними изучение Священного Писания. И Господь остается с ними. Опять очень интересно, и просто пишет Лука, что когда они вместе сели за стол, очень внезапно они Его узнали. Особенно, когда преломил хлеб. И вот поэтому тоже много рассуждают и говорят, ну как все-таки они могли узнать, или как они догадались, что это Его Господь, почему они Его узнали. Может быть, они обратили внимание на знакомые манеры за столом. А может быть, просто открылась Его одежда, и они увидели рану на Его руках. Ну как бы то ни было, произошло то, что часто происходит с нами. У них открылись глаза, они узнали Его, а Он стал невидим для них. Открылись глаза, узнали, а Он стал невидим для них. А вот теперь немножко поговорим об этих учениках. Вот после того, как Господь перестал для них быть видимым, они вновь проходят путь. Путь из Иерусалима в Маус. И они проводят анализ. Вот они о чем-то думают, они о чем-то рассуждают. И теперь они понимают происходящее в их сердце. В 32 стихе они говорят друг другу, не горело ли в нас сердце. Сердце наше, когда Он изъяснял нам, когда говорил нам на дороге, изъяснял нам Священное Писание. Сердце горело, когда Господь изъяснял Писание, открывал Священное Писание. Это, скорее всего, и была причина, почему вот их глаза были удержаны от того, чтобы узнать Иисуса. Я думаю, Господу достаточно было бы просто произнести имя Клеопа. И Клеопа бы узнал его, как узнала его Мария в саду. Она обратилась к нему и сказала, равни, что значит учитель. То есть достаточно было произнести просто имя, и Клеопа бы узнал Господа. Обратите внимание, Господь не открывает себя. Господь открывает Писание. И в этом Его великая мудрость. Я думаю, вы уже понимаете из наших рассуждений, из рассуждений вообще в течение этой конференции, что для того, чтобы понимать Библию, нам нужна помощь от Господа. Нам нужна помощь от Господа в понимании Священного Писания. Просто технически этого невозможно. Просто технически увидеть в Писании того, что там есть, невозможно. Поэтому наша молитва Господу всегда открой нам ум к разумению Писания Твоего. Еще раз вернемся к нашим героям. Посмотрите, за самые короткие моменты времени сильно поменялось восприятие мира. За самые короткие моменты сильно поменялось восприятие мира. Они не только узнали Господа, в тот же час они возвращаются в Иерусалим. Они принимают решение мгновенно, но понимают, что сердце начало меняться на дороге. Не так ли? Принимают решение мгновенно, но сердце начинает меняться еще на дороге. Ах, эти странные переживания наших сердец! Странное переживание сердца! Духовное тепло, которое стих за стихом наполняло их сердца! Вы знаете, один из христианских проповедников, он сделал очень точное наблюдение. Он говорит, вот ответьте на вопрос, а что нужно сегодня христианину, у которого холодное сердце? Он говорит, такому христианину нужно изучение Библии. И не просто изучение Библии, ему нужно изучение Библии, где в центре Христос. Когда мы увидим Господа в Библии, в Священном Писании, будь то в книгах Нового Завета или в книгах Ветхого Завета, сердце наше будет гореть. Что сегодня нужно христианину, у которого холодное сердце? Нужно проповеди слушать, которые открывают Священное Писание и показывают Господа Иисуса Христа. То есть сердце наше с вами горит и меняется в процессе правильного изучения Писания, изучения, которое ведет и находит Христа. Очень простой вывод перед нашей молитвой. Вы знаете, нам сегодня не нужно догадываться в том, что является главной темой книг Ветхого Завета. Мы с вами это точно знаем. Откуда мы это с вами знаем? Мы с вами это точно знаем из уст нашего Господа. Он сам сказал об этом, что все Писание, от Моисея до книги пророка Малахий, говорит о нем. Все Писание говорит о нем. Изучаем, давайте будем с вами помнить важный принцип или правило. События Ветхого Завета находят истинное значение во Христе. Господь Иисус Христос – это центральная личность всей Библии. Он не только появляется перед нами на страницах книги Евангелия от Матфея, Он есть, присутствует во всех книгах Библии. Это наша с вами задача – изучать так, чтобы Господа увидеть. И читать так, чтобы не терять Его из виду. Вот тогда мы с вами не сделаем ошибки. Готовы ли вы к изучению книг Ветхого Завета? Да благословит вас в этом Бог. Аминь.